Dashboard. Dashboard – это приложение, которое позволяет производить анализ ключевых показателей эффективности использования вашего автопарка. В данном приложении поддерживаются следующие показатели. Это пробег, расход топлива, моточасы, средняя и максимальная скорость, простой, посещение геозон и длительность поездок. Приложение позволяет получить графики на основании любого из выбранных параметров. Dashboard использует концепцию виджетов, которые отображают ключевые показатели эффективности автотранспорта в удобном графическом виде. При этом каждый из виджетов можно перетаскивать с места на место для повышения наглядности при сравнении. Рассмотрим интерфейс приложения и его функциональные зоны. В верхней зоне располагается кнопка ссылки на документацию. Далее кнопка добавления списка активности объектов и кнопка добавления нового графика. Ниже располагается список активности доступных объектов и информация по последним данным от объекта. Далее располагается рабочая область, куда мы можем добавлять графики по ключевым показателям эффективности использования транспортных средств. При этом один и тот же параметр может отображаться пятью графическими способами в виде круговой диаграммы, линейного графика, гистограммы с группировкой, гистограммы с накоплением и горизонтальной гистограммы. Кроме этого доступна возможность сравнения двух показателей на одном графике в усредненном виде и в виде суммы параметров. Рассмотрим более подробно настройки каждой рабочей области. Список активности объектов мы можем только обновить, свернуть или удалить. Чтобы добавить данный список необходимо нажать на кнопку добавления списка объектов. Чтобы добавить новый график необходимо нажать на кнопку добавления графика. Далее мы выбираем тип графика, обычный график или мультиграфик. Затем выбираем показатель эффективности. После этого нам необходимо определиться, что мы будем анализировать. Нам доступны следующие варианты. Это анализ всех доступных объектов, при этом мы задаем то количество объектов, которое будет выбираться из общего списка. А также метод выборки, либо первые 10, либо последние 10 объектов. Следующий вариант это анализ группы объектов. Где настройки аналогичны предыдущему пункту. И третий вариант это анализ одного объекта. После настройки графика нажимаем ОК и наш график появляется в нижней части интерфейса. После этого необходимо выбрать временной интервал анализа данных, который задается в одном месте для всех графиков. Далее нам необходимо выбрать наилучший способ визуализации нашего графика. Либо это круговая диаграмма, которая в процентах высчитывает суммарные доли объектов относительно друг друга. Либо это линейный график по дням. Либо это гистограмма с группировкой, когда все параметры группируются на одной линии в порядке возрастания. Либо это гистограмма с накоплением, когда все параметры суммируются и ставятся один над одним, не накладываясь. И последний вид это горизонтальная гистограмма. Кроме этого, также графики обладают еще одной полезной функцией. Когда можно из выборки отключить объекты, которые меньше всего нас интересуют. При этом круговые диаграммы будут пересчитываться. А остальные виды графиков будут просто убирать параметры по данным объектам. Для случаев, когда нам необходимо сравнить два параметра на одном графике, был поддержан такой тип графика, как мультиграфик. Для построения мультиграфика мы также нажимаем на кнопку добавления графика. Только в типе графика выбираем мультиграфики. При этом особенности мультиграфика в том, что они считают усредненное значение, либо суммарное значение. А также то, что здесь есть режим выбора левостороннего параметра и правостороннего параметра. В остальном, принципы работы с мультиграфиками аналогичны простым графикам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...